Девочки, всем привет! Сегодня ваша любимая рубрика обзор товаров с Валдберес. Вы всегда спрашиваете о ссылках, поэтому сразу уточняю этот вопрос. Все ссылки на товары, которые вы увидите в видео, будут находиться под видеороликом в инфобоксе и в первом прикрепленном комментарии. Я постараюсь называть цены в обзоре, но если вдруг что-то забуду, то все цены будут продублированы в левом верхнем углу видео. То есть при появлении нового товара в кадре автоматически вместе с ним будет появляться цена. Также вместе со ссылками товары вы увидите приглашение в моей соцсети, это телеграммы цен. Пожалуйста, присоединяйтесь, мне будет очень приятно. Ну все, начинаем. И начнем мы вот с таких вот бальзамов для губ. На самом деле они уже появлялись в моих обзорах, но я такой человек-консерватор. Если я нахожу какой-то продукт, косметику, одежду, то, что отвечает всем моим потребностям и запросам, я буду им пользоваться долго и упорно. И вот как раз вот такие вот бальзамы, натуральные бальзамы для губ, тому пример. Я их просто обожаю. Они полностью состоят из натуральных масел. Мои губы прекрасно себя чувствуют с этими бальзамами. То есть, пожалуй, это единственный продукт, от которого губы не болят и не шелушатся. В этот раз заказала вот такой наборчик. На самом деле, такие бальзамы продаются и по одной штучке, и по две штучки. Но наборчиком в четыре штучки всегда выгоднее. Тем более, у нас в семье двое. То есть, у меня еще дочка есть. И она тоже у меня припрашивает периодически эти бальзамы. Ну вот, чтобы не быть голословной, покажу вот такие. Вот они у меня уже использованные. Здесь у меня был эвкалипт, две мяты и кокос. Открывать их уже не буду, потому что, как я уже сказала, они использованы. Покажу вот в этой упаковке. Дочка у меня вчера уехала гостить к бабушке с дедушкой. Один бальзамчик припросила. Поэтому у меня осталось только три в наборе. Самое мое любимое, это вот эвкалипт и мята. Она мятный, кстати, забрала, да. Почему эвкалипт и мята? Потому что они немножко пожирнее. Я люблю, когда бальзамы действительно жирные. Мандарины, грейпфрут, они немножко посушены, но тоже прекрасно выполняют свои заявленные свойства. То есть, вот, обратите внимание, в составе пчелиный воск. И дальше масла плодов оливкового дерева. Масло, семян, подсолнуха и витамин Е. В общем-то, если вы находитесь в поиске именно качественных, хороших бальзамов для губ, пожалуйста, обратите внимание. Кстати, я заметила, что такие бальзамы стали появляться в продаже даже в магазине Магнит. То есть, можно приобрести там. Но там, по-моему, будет дороже, чем на Валберес. Следующий мой заказ, вот такой вот ароматизатор для дома. Заказывала в первый раз, даже еще не распечатывала. Сейчас все буду делать при вас прямо. Стоимость такого ароматизатора 264 рубля. Со вкусом манго и кокосового молока. У ароматизатора стильный дизайн. И он сохраняет аромат в течение трех месяцев. Как заявлено у производителя. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Итак, следующий мой заказ. Сейчас это прям 4 в 1. Шучу, конечно. Просто, скажем так, 4 одинаковых товара. Отличаются только своей формой и размером. Я в какой-то момент решила, что мне очень нужно иметь в своем хозяйстве вот такие вот щетки, как альтернатива обыкновенным губкам. Почему? Потому что для того, чтобы пользоваться губкой, мне нужны перчатки. То есть я посуду мою в губках, я убираю в ванной, чищу ванну, мою туалет, унитаз, раковину, шкафы. Я все делаю именно в перчатках и, естественно, с помощью губки. Но иногда так не хочется надевать перчатки. Хочется быстро-быстро чем-нибудь пройтись. И для этой нужды мне как раз и понадобились вот такие вот щетки. Думаю, что со щетками процесс будет идти легче и быстрее. Я понимаю, что это уже, наверное, скажем так, из категории баловство. Но, тем не менее, щеток у меня в хозяйстве не было. А теперь они будут. Здесь четыре щетки. Каждая щетка стоит 258 рублей. Цены одинаковые были. На них, может быть, сейчас что-то изменилось. Смотрите, я взяла не просто так по цветам. То есть у меня вот две зеленоватые с зеленым таким вкраплением и две вот такие вот бежевые. То есть две у меня пойдут щетки для ванной, ванную комнату. И две я ставлю на кухне. Сначала хотела отправить вот эти вот в ванную комнату, а эти ставить на кухне. Но потом решила, что по размеру, по размеру, эти больше подходят для ванной комнаты, эти больше подходят для кухни. Эту я буду использовать щетку для раковины в ванной комнате. Этой буду чистить, наверное, ванну. А вот этой я буду чистить раковину на кухне, а вот этой кругленькой мыть посуду по необходимости. Вот у этих щеток, вот эти ручки, они бамбуковые. Эти отличаются тем, что у них более упругая щетина. Щетина, как заявлено в магазине на Валбере, здесь помягче. Следующие мои покупки. Очень долго я на них смотрела. Не потому, что думала купить, не купить. Я думала купить, но просто все-таки нужно выделить определенное средство для приобретения таких вот товаров для здоровья, скажем так. Первый продукт это сушеный сельдерей. Вообще, обычный сельдерей я, конечно же, терпеть не могу. Мне он не нравится ни в салатах, но непривычное я к такому блюду. Тем не менее, сельдерей очень полезный. И нас выручает то, что теперь можно такие вот продукты покупать в сушеном виде. В чем польза сельдерея в порошке? Во-первых, это богатый источник различных витаминов и микроэлементов. В составе находятся антиоксиданты и флавоноиды. Сельдерей сушеный укрепляет иммунитет, налаживает пищеварение, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. В том числе, снижает риск инсульта, укрепляет кости, обладает дренажными свойствами. Как заявляют производители, в сельдерее сушеным сохраняются все витамины и микроэлементы. Стоимость этой баночки 370 рублей. Вторая баночка, тоже этой же фирмы, это брокколи сушеный. Тоже замечательный продукт. Он стоит подороже, 543 рубля, баночка поменьше. Вообще, брокколи необходимо есть для защиты от онкологии. Это как бы его первое самое классное свойство. Но у нас очень редко продается брокколи. Если продается, нужно еще подумать, как его приготовить. И вот такой вот выход я для себя нашла, что можно использовать в виде сушеного порошка. Как я вам покажу, все вы увидите в моем обзоре. Итак, сушеный брокколи. Источник витаминов и микроэлементов. Станет мощной поддержкой иммунитета. Помогает при анемии. Поддерживает сердечно-сосудистую и нервную систему. Полезен при проблемах со зрением. Нормализует уровень сахара в крови. Помогает снизить риски во время беременности. Содержит антираковые вещества. Сульфорафан и индинол-3-карбинол. Очень классный, конечно, продукт. Также производители уверяют, что здесь сохраняются все его полезные вещества. Как принимать? Давайте покажу. Продолжение следует. Следующая моя покупка, которую я показывала в предыдущем видео, это краска для волос. Крашусь я сама. Беру на Валберис, потому что там дешевле. Но только по этой причине. Дешевле, чем, например, в магазине Магнит. Одна упаковка мне обходится 194 рубля, когда в магазине Магнит, по-моему, 230 или 250. То есть значительная экономия. Все очень просто. Я думаю, если вы красились дома, то знаете. Смешиваются вот эти два препарата. Наносится на волосы. 25-30 минут ждем. Смываем, наносим бальзам. И все окей. Вы как из парикмахерской. Ссылки оставлю. Если кому-то интересно сэкономить, то, конечно же, попробуйте. Следующая моя покупка. Тоже она относится к продуктам питания. Это вот такая вот добавка для кофе. Стоимость этой баночки 322 рубля. Смесь пряностей под названием Магия Утро. Здесь находятся 4 ингредиента. Так, сейчас я найду. В составе корица, кардамон, имбирь, мускатный орех. Все очень просто. Эта смесь, допустим, чайная ложечка, добавляется на чашку кофе. И просто дополняет своими нотками прекрасными ароматный напиток в виде кофе. Как это происходит, я вам покажу. Кстати, продавец положил вот такой вот подарок. Пакетик чая. Чага с розмарином. Тоже очень приятно. Чага с розмарином. Чага с розмарином. Раз речь у нас зашла о напитках, еще один продукт питания. Это имбирь сушеный. Цена этой баночки всего 270 рублей. 100% корень имбиря натуральный. Выбирала по отзывам. Вроде пишут, что хороший продукт. Действительно очень выраженный аромат имбиря. Но вообще он очень жжет, по идее. Его можно также добавлять в кофе. Но я, скорее всего, буду использовать для чая. Потому что с чаем тоже имбирь очень хорошо. Например, когда вы заболели или чувствуете, что простуда наступает. Вот можно попробовать такую ударную дозу имбиря с чаем. И может быть симптомы сойдут на нет. И вы не разболеетесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, пользуюсь случаем. Приглашаю вас в свой телеграм-канал. Он совсем новый. Но здесь будет все по-домашнему. Немного больше меня. Чуть больше видео и фотографий. Канал для тех, кто ценит уют и комфорт. Там уже есть контент. Например, видео, как я собираю комод и отзыв на аналог Аземпика. А еще много фотографий. Присоединяйтесь. Ссылка в первом прикрепленном комментарии. Следующая моя замечательная покупка. Это вот такой вот коврик для сушки посуды. Коврик силиконовый. Стоимость 394 рубля. Обратите внимание, что коврики идут разных размеров. Я искала самый большой. Потому что у меня почему-то всегда много посуды. Размер коврика 50 на 40 сантиметров. У меня посуда сушится на специальных, предназначенных для сушки посуды тканых ковриках. Но мне не нравится, что они быстро плесневеют и очень пачкаются. Решила заменить именно на силиконовый. Силиконовый коврик можно в любой момент сполоснуть, вытереть. И он снова в работе. Не знаю, посмотрим, как у меня с ним сложатся взаимоотношения. Я надеюсь, что все у нас получится. У коврика есть вот такие вот ребристые вставочки. Это специально для того, чтобы посуда проветривалась. Чтобы была вентиляция воздуха. Следующий заказ. Это вот такой вот набор щеток. То есть они шли две щетки в одной упаковке. Стоимость этой упаковки 248 рублей. В общем-то искала щетки со средней жесткостью. Вообще я люблю мягкие, но в стоматологии моей дочке прописали именно щетки со средней жесткостью щетина. Поэтому мне пришлось взять вот такие. Не знаю, просто посмотрела на цену, посмотрела на отзывы и решила попробовать. У них стоит такая пометка, что щетки выполнены с добавлением японского жемчуга. Не знаю, где здесь жемчуг. Вот написано, что щетинки с добавлением жемчуга. Ну, давайте попробуем поверить. В общем, попробую. Возможно, в телеграм напишу свой отзыв. Кстати, да, еще раз приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там все по-домашнему. Я думаю, вам понравится. Приходите. Следующая моя покупка. Это вот такой вот набор кремов. Да, я вижу, что они помятые. Это большой минус, потому что я считаю, что эти крема и так недооценены. Этот наборчик обошелся всего в 397 рублей. Ну, то есть 400 рублей на 3 крема по 100 с небольшим стоимостью одного крема. У Невской косметики линейка вот этих кремов очень классная. Допустим, в предыдущий раз, по-моему, в предыдущем обзоре я показывала крем с... Называется морковный. Ой, я его, к сожалению, не принесла. Хотела показать, но ладно. Он невероятно вкусно пахнет. И лицо от него выглядит очень свежим, ухоженным и слегка загорелым. В этот раз я взяла крема другого направления. То есть, если там были морковные, по-моему, оливковые, еще какие-то. В этот раз я взяла, вот смотрите, с ретинолом, с гиалуроновой кислотой и с коллагеном. Но хочу попробовать, не знаю, не пробовала. По отзывам тоже очень хвалят. Итак, смотрите, крем с ретинолом. Подходит для всех типов кожи. Питает, смягчает, регенерирует, повышает упругость, разглаживает морщинки. Давайте заглянем внутрь. Тоже еще не смотрела, все при вас, все упаковано, как нужно. Такой вот беленький крем. Пахнет довольно приятно. Следующий крем, жаль, что, конечно, доставка подвела. И выглядит это все не очень опрятно. Гиалуроновый, увлажняющий, глубоко увлажняет, разглаживает мелкие морщинки, повышает упругость, устраняет шелушение. Заглянем внутрь. Тоже беленький. Пахнет тоже приятно. И коллаген. Подходит для всех типов кожи. Питает, увлажняет, повышает упругость, разглаживает мелкие морщинки. Смотрим. Немножко пожирнее вот этот вот последний. Пахнет тоже очень приятно. Если задумывались о покупке таких кремов, ну, почитайте отзывы. У девчонок там довольно много отзывов. Я думаю, что они очень информативны. И последний мой заказ. Я давно на него смотрела. Вот такой вот светильник беспроводной. Давайте его откроем. У светильника есть зарядка. То есть он заряжается от сети, ну, или от компьютера. Это его основа. Основа крепится на двусторонний скотч. Я покажу, как это у нас все происходит. И вот сам светильник. То есть, обратите внимание, основа вешается. Светильник можно снимать. То есть, можно его перенести в любое место, если, допустим, где-то нужно подсветить. Ну, или снять для того, чтобы он зарядился от сети. А, вот, сейчас давайте попробуем включим. Нет, не включим. Ага, вот, загорелся, смотрите. Ага, он меняет у нас еще подсветочку. Ну, круто. Давайте посмотрим. Я покажу, куда я его хочу повесить. Ну, что же. Осталась моя лампа. Видите, она уже сразу. Клик. И готово. Смотрите, куда я хочу ее повесить. Вот здесь я сплю. То есть, сплю я на диване. У меня однокомнатная квартира. И кровать поставить некуда. Здесь вот у меня есть такой уголок. Это, кстати, стена из гипсокартона. Просто года три назад я разделила комнату, сделала перепланировку. Теперь у нас как бы две комнаты. Одна комната у меня, другая у дочки. Если хотите, я сниму обзор на эту перепланировку. Покажу свою комнату полностью. Покажу дочкину комнату тоже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, выложу этот обзор в свой телеграм-канал. Если кому-то интересно, как я это повернула, скажем так. Мне далось это нелегко, с большими нервами, потому что я делала все одна. Но в итоге получилось так, что это одно из самых лучших решений, принятых мной. Потому что дочка растет. Понятно, что в одной комнате нам бы было вместе с ней очень тяжело. Итак, вот здесь вечером, когда мне хочется почитать книгу, у меня не хватает света, естественно. Я хочу этот светильник повесить вот примерно вот так. Проблема в том, напомню, что он вешается на двухсторонний скотч. Проблема в том, что здесь у меня обои. И, скорее всего, скотч просто отпадет. Поэтому мне нужно что-то, какую-то основу прикрепить гладкую. Так как здесь гипсокартон, то можно на кнопке уже на эту основу прикрепить скотч и уже светильник. Вот как это будет, я сейчас подумаю, потом вам покажу. Итак, смотрите, я вырезала вот такую вот основу. Она гладенькая. Не знаю, честно говоря, прилипнет к ней скотч или нет. Но сейчас попробуем. Так, все, я его прилепила. Отрываю вот эту вот клейкую. И я прошу прощения, что все трясется. И пробую. Вот так, сейчас. Вот так вот мы прикрепляем. И теперь у нас осталась лампа. Лампа. Выглядит это вот так. Но пока держится, не знаю, что будет дальше.